Субтитры создавал DimaTorzok Ты только ей скажи, пусть она дышит прям. И свет там тоже пусть дышит глубоко, ладно? Левая немеет? Вставай давай, мы на тобой поиздеваемся пока. Вставай. Смотрите, оно будет случаться, потому что не хочешь отдавать. А почему? Сейчас, подожди. Потому что жалко, понимаешь? Потому что свои приходится отдавать. Понимаешь? Вот смотри, ты зарабатываешь деньги. Допустим, ты заработала, ты месяц работала, да? Заработала бабла. И представь, тебе нужно их все отдать, потому что ты должна. Хочется? Нет. И всегда какая-то фигня случается, и я тебе дать поэтому не отдаю. Понимаешь? Да, 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 да. Хотелось бы отдала. Если касается, допустим, работы, то, что, например, Дима 24 на 7 работает, работодатель не облачивает. Ну, может, работодателя поменять, нет? Смотрите, вот с Димой этот, я думал, ты уже на себя давно работаешь. Зачем ты опять влез? А, партнер ты. Тебе должен? Короче, уже простите, отпустите. Вы, еще раз говорю, вы концентрируетесь не туда. Если, смотри, если 50 на 50 партнерство, ты должен понимать, что там есть деньги или нет. Если можешь, возьми, если нету там денег, тогда ты просто терпи. Ты не сможешь по-другому. Понимаешь? Смотрите, партнерство, вообще вот этот, опять мы сейчас вернемся к папе, да? Вот кто в бизнесе, кто хочет открыть бизнес и ищет партнера. Есть? Угу. В бизнесе ищут партнера те люди, у которых, короче, этот, папа меньше участвовал в их жизни. И это те люди, которые эмпатичные, они делают бизнес на отношениях. Да, они ищут отношения. И вот такие, это эмпатичные люди, да? То есть они очень чувствительные, они очень любят, умеют дружить. Но в бизнесе они никакие. Ну, в смысле, или такие средненькие, да? Но они находят сильного партнера. Тот потом пашет, пашет, в какой-то момент понимает, что он работает один. И он начинает от этого избавляться. И те потом опять обижаются. Это классическая история Макдональдс. Понимаете? То есть в какой-то момент он понял, что это все его. Зачем? И он их тех слил потом. Потому что те уже не работали. И поэтому партнерство искать нужно очень аккуратно. Партнерство самое хорошее, это когда слепой безногого несет. Все остальное, херь полный, оно все равно когда-то развалится. И, по-моему, слепой безногого тоже когда-нибудь развалится. Смотрите, если опираться на то, что все эгоисты, да? И чтобы от людей не было каких-то неоправданных ожиданий, нужно делать так, чтобы с тобой партнерство было взаимовыгодным. Вот это вин-вин, когда выиграл-выиграл. Потому что когда выиграл-выиграл, такие партнерства, они не валятся. Но когда кто-то кого-то имеет, когда кто-то нечестен по отношению к другому, такие партнерства сыпятся все. И всегда лучше брать ответственность за свою жизнь, на себя и за свой бизнес тоже. И за долги тоже. Ты можешь сколько угодно перекладывать на партнера, что он там что-то не сделал, что-то не додал, что-то нет. Но оно не изменится до тех пор, пока не начнешь действовать ты сам. Пока ты будешь этому попустительствовать, ничего не поменяется. Поэтому... Инвестиции вообще очень сложная тема. Я сколько не изучаю инвестиции, постоянно меня обманываю. Вот эти акции, биткоины, что-то там ды-ды-ды-ды-ды. Знаете, в этом либо надо очень сильно разбираться, либо вообще, мне кажется, туда не лезть. Нет, если вкладываешь в бизнес такой. Еще раз. В этом либо надо сильно разбираться, либо туда не лезть. Если ты думаешь, что ты в бизнес сейчас вольешь деньги, и ты не будешь контролировать, да, и тебе там дадут адекватный процент, это вранье. Лучше не давай. Лучше сама иди потратить в ресторан. А если я вложилась в инвестиции, то какие-то биткоины? Что я сделала? Вложилась в биткоины. Биткоин? Вообще, я в биткоины не вкладывался бы до тех пор, пока бы с Силаном Маском не переспал бы. Нет, знаете, я вкладывала. Вот там бы ты точно, может быть, знала. Я просто марка литвеевого высказа слушала, и я вкладываю в инвестиции. Ты до того, как он окурился, или после? Нет, он рассказывал, что он признал. Я, честно, не знаю. Я не знаю. Для меня это очень дремучий лес. Может быть, я и не прав, но мне надо, чтобы я что-то видел. Понимаешь? Поэтому, мне кажется, лучше в недвижимость. Ну, я олдскульный, я ничего с этим сделать не могу. Мне надо, чтобы что-то лежало. Ну, я надеюсь, что ты немного, небольшую сумму туда... А, ну, это немного же. Ну, ничего страшного. Это, короче, это не так, чтобы тебя убивать, да, но это достаточно, чтобы получить урок. Ну, они, может, подскочат, но смотри, смотрите, все неудачи в жизни с деньгами какие-то ты получаешь, считай, что ты заплатил за тренинг. Ну, реально, ну, иногда он очень дорогой. Вот ты за 800 заплатила за тренинг. Единственное, что твоя задача из этого тренинга – вытащить урок. Если ты этот урок вытащил, то он не повторится. Это недорого тогда. Ну, я тоже надеюсь. Но ты, когда будешь отдавать, вот в банк ходить, отдавать деньги, ты каждый раз будешь думать, ну, в следующий раз так не сделаю. То есть, в любом, смотрите, вот если в моем мироощущении, я не знаю, я не сильно бизнесмен, я не сильно в этом разбираюсь, но мое мироощущение – там, где ты не разбираешься, туда не лезь. Там, где тебе что-то дают бесплатно, ты там товар. С биткоинами никакая аналитика вам не поможет. Ты туда или влезла, или вылезла, ну, больше нет. Ты, главное, этот блокчейн, пароль не забудь, все будет хорошо. Я забыл. Я забыл. Хорошо, там было немного. Но когда биткоин стал 57 или 58, это уже было нормально, и я стал вспоминать, но все равно не вспомнил. Вот. Поэтому я вроде фотографировал, скрины сохранял. Где это все? 4 года прошло. Ну, как есть. Я пароль не помню, значит, нету. Ну, там было, у меня там, этот, не прям биткоин, у меня там сатоши было, там, сколько-то там штук, там, не знаю, по тем временам. Я и не понял, сколько мне насыпали, но это был мой первый, это, знаете, я тогда продал тренинг за сатоши. И думаю, зачем я вообще... Ну, тоже урок, что, нормально? Нормально. Вот. Поэтому с инвестициями я не могу ни агитировать, ни сказать, что делать. В моем миропонимании нужно что-то такого купить и продать что-то твердое. Но я понимаю, что очень многие сегодня там эти программисты, они ничего физического не создают, но продают за такие деньги, что аж страшно, да? Но я такими навыками не обладаю, поэтому доверять я им не могу. Все. Пока так. Может быть, через год, когда я изучу, может что-то изменится, но пока нет. Я должен понимать, ну, куда лезу. И вообще всем рекомендую, особенно с инвестициями аккуратнее. Очень многие встряли в этих инвестициях, потому что там есть обещания больших денег бесплатных. Но там очень, ну, все молчат про риски, да, что можешь попасть все полностью. Поэтому. Что у вас? Сейчас, сейчас дыши глубже. Сейчас всем будет плохо, подожди. Сейчас всем будет плохо. Если вы пока можете сидеть и разговаривать, просто пока подыши, сейчас я подойду.